Сэм Уортингтон Популярный австралийский актер, сумевший радикально изменить свою жизнь и с простого рабочего переквалифицироваться в звезду экрана. При этом он совсем не соответствует образу голливудской знаменитости и с трудом переносит свалившуюся на него славу. Обо всем этом мы расскажем в нашем видео. Микс-шоу представляет Сэм Уортингтон. Как живет главный аватар Голливуда и сколько он зарабатывает? Сэмюэл Генри Джон Уортингтон родился 2 августа 1976 года в небольшом, но развитом городе с богатой историей Годалминге на юго-востоке Англии. Его отец Рональд работал на электростанции, а мать Жанна вела домашнее хозяйство и воспитывала детей. У Сэма есть старшая сестра Люсинда. Через несколько лет после рождения сына семья переехала в Австралию, в пригород Перто-Рокингем. На зеленом континенте мальчик пошел в колледж искусств Джона Кёртина, где был постоянным участником школьных театральных постановок. Он играл как в классических постановках, так и в сказках, интерпретированных на современный лад. Такое рвение, однако, было вызвано отнюдь нелюбовью к искусству. Как признавался Сэм, в театральном классе просто легче было знакомиться с девочками. В колледже будущий актер большого стремления к знаниям не демонстрировал. Дошло до того, что в 17 лет он бросил учебу, так и не получив диплом. Родители парня этому совсем не обрадовались и не собирались терпеть в доме нахлебника. Поэтому Уортингтон-старший купил сыну билет в один конец через всю страну в город Кэрнс. Вместе с билетом Сэму вручили 400 долларов и напутствовали самостоятельно заработать на дорогу домой. Молодому человеку ничего не оставалось, кроме как трудиться где придется. Наконец ему удалось получить постоянную работу каменщика в строительной бригаде, которая ездила по стране и строила дома. Вместе с коллегами Уортингтон оказался в Сиднее, где познакомился с девушкой, грезившей о карьере актрисы. С ней за компанию Сэм подал документы в главную театральную школу Австралии, Национальный институт драматического искусства. Его подруга экзамены не сдала, а вот молодого человека приняли на учебу. Как и в колледже искусств, Уортингтон не прилагал усердия при получении образования. Часто прогуливал, предпочитая веселиться с друзьями. Тем не менее, институт он окончил в 1998 году и сразу же получил роль в постановке «Поцелуй Иуда» театра «Бильвуар». В 2000-м молодой актер получил несколько эпизодических ролей в сериалах «Военно-юридическая служба», «Водяные крысы» и «Блухиллеры». Также ему досталась роль одного из братьев-танцоров в мелодраме «Каблуки». Затем Сэм снялся в военной драме с Брюсом Уиллисом и Колином Фарреллом в главных ролях «Война Харта», который вышел в 2002 году. Немногим позже состоялась премьера австралийской криминальной комедии «Грязные делишки», за работу в которой наш герой получил номинацию на престижную премию кинокритиков Австралии. Вскоре фильмографию актера пополнили криминальная комедия «Я завязал», музыкальная лента о фанатах группы ACDC «Сраженные на повал», а также драма «16 лет. Любовь. Перезагрузка». Эта история о сбежавшей с дома 16-летней девушке и богатом фермере Джо, которого играет Сэм, поставила рекорд на церемонии вручения наград Австралийской академии кинематографа и телевидения, выиграв все призы за полнометражные фильмы. Награду получил и Уортингтон за лучшую мужскую главную роль. Несмотря на признание экспертов, в прокате картина заработала вдвое меньше вложенных в ее производство средств. В 2004-м Уортингтон начал сниматься в австралийском сериале «Люби, как я хочу», всего появившись в 10 сериях. Тогда же он решил попробовать себя одновременно в качестве сценариста, режиссера, оператора и даже композитора, выпустив короткометражную ленту «Энсо». Это лирическая зарисовка из жизни африканского парня, который мечтает стать звездой футбола. В то время актер встречался с австралийской актрисой Мэйв Дермоди. Их отношения продлились до 2007 года. Затем последовали роли в американо-австралийской военной драме «Великий рейд», сериалах «Хирург и путаница», а в боевике «День расплаты» Сэм сыграл главную роль. Фильм, однако, не оправдал ожиданий и получил отрицательные отзывы как критиков, так и зрителей. Чуть лучше встретили вольную экранизацию шекспировской пьесы «Макбет» в стиле фэнтези 2006 года, хотя в основном отмечали работу операторов, художников-постановщиков и дизайнеров. Вскоре вышел ужастик «Крокодил», на съемках которого Сэм Уортингтон сам выполнял все трюки. Проблема возникла лишь с одной сценой, где его герой падает в воду. Были сообщения, что кто-то видел неподалеку пятиметрового крокодила, и актер наотрез отказывался лезть в воду. Спустя несколько часов уговоров режиссер Грег Маклин сам прыгнул в воду и доплыл до берега, чтобы показать Уортингтону, что опасности нет. Позже выяснилось, что съемочной группе действительно ничего не угрожало, так как рептилию нашли несколько недель назад и перевезли в другой район. Мы на его территории, и ему это не нравится. Он нас уже заметил. Что? Заметил? Пока он нас не уничтожит, он не остановится. Как пес, который видит кусок мяса. В то же время актер с помощью своего агента пытался делать шаги в сторону продолжения карьеры в Голливуде и почти в этом преуспел. Бонд дошел до финального этапа кастинга на роль Джеймса Бонда в картине «Казино Рояль», однако проиграл Дэниелу Крейгу. Сэм рассказывал, что перед кинопробой к нему в отель приехала продюсер проекта Барбара Брокколи, которая хотела изменить его образ. Было решено подстричь его, чтобы больше соответствовать образу героя. Как добавил Уортингтон, решение не давать ему роль было абсолютно правильным, так как он не чувствовал себя комфортно в образе галантного агента 007. Но когда закрывается одна дверь, открывается другая. Летом 2006 года также стартовал кастинг в масштабный проект сценариста и режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар». На тот момент Уортингтон уже устал от того, что в каждом баре Сиднея, куда бы он ни пришел, его узнавали люди. Поэтому актер с радостью отправился в Лос-Анджелес, где его никто не знал, предварительно продав свои вещи за 2000 долларов. В городе Ангелов он нашел машину и оборудовал в ней спальное место. Решив не тратиться на гостиничный номер. Когда ему позвонили с приглашением на кастинг «Аватара», то не сообщили ничего ни о фильме, ни о режиссере. Поэтому Сэм подумал, что это очередная пустая трата времени. Ответа он тоже не особо ждал, ведь жил в машине практически без связи. Продюсерам «Аватара» пришлось несколько дней дозваниваться до актера, чтобы сообщить новость об успешном прохождении проб на главную мужскую роль. Правда, еще полгода создателям картины пришлось убеждать босса в киностудии рискнуть и взять неизвестного в Америке актера в такой дорогостоящий и масштабный фильм. Когда кандидатуру Сэма все-таки согласовали, начались съемки. Так как его герой по сюжету парализован, то настоящие ноги Уортингтона были спрятаны в инвалидной коляске и удалены в процессе постпродакшена, а атрофированные ноги Джейка были протезами, отлитыми из ног настоящего паралитика. Еще одна особенность героя Сэма – он американец, а по прибытии на Пандору говорит на языке Na'Vi. Актер признавался, что американский акцент дался с гораздо большим трудом, чем вымышленный язык. Эта работа стала переломной в судьбе Уортингтона и принесла ему мировую известность. При этом сам он больших планов перед собой не ставил, соглашаясь на роль. Когда Джеймс Кэмерон предложил гонорар в размере 80 тысяч долларов, Сэм подумал, «Теперь, по крайней мере, у меня есть деньги на обратный билет в Австралию». Однако отчисления от сборов позволили ему заработать уже около 4,8 миллиона долларов. Кроме того, за свою работу он получил премию «Сатурн» как лучший актер. Мировая премьера «Аватара» состоялась в декабре 2009 года, а несколькими месяцами ранее вышел фантастический боевик «Терминатор» «Да придет спаситель». Роль в нем Сэм Уортингтон получил благодаря рекомендации Кэмерона и, по словам критиков, по игре превзошел даже своего именитого партнера Кристиана Бэйла, которому досталась роль лидера повстанцев Коннора. Хотя франшиза «Терминатор» прочно ассоциируется с Арнольдом Шварценеггером, в этом фильме нашему герою не довелось поработать со своим кумиром. Это случилось лишь несколько лет спустя. В том же 2009 году Сэм получил титул «Человек-года» по версии GQ в Австралии, обойдя таких признанных звезд, как Эрик Бана и Рассел Кроу. Популярность при этом совсем не вскружила мужчине голову. Более того, он всячески старается избегать клише «суперзвезда» и считает себя все тем же австралийским сорванцом. Он даже разрешил журналистам дать ему по лицу, если он станет зазнаваться. Актер не видит смысла в дорогой одежде и вполне может появиться на публике в потертых ботинках, которые носит добрый десяток лет. Последний айфон Сэму тоже не нужен, ведь он не любит, когда его достают звонками. А вот его агенту пришлось иметь дело с большим количеством звонков с предложениями от кинопродюсеров. В следующие годы Уортингтон снялся в мелодрамах «Прошлой ночью в Нью-Йорке» и «Любовь и предательство», триллерах «Расплата» и «Поля», а также приключенческом боевике «Битва титанов». Причем работу в последнем Сэм получил именно благодаря давлению продюсеров фильма, несмотря на то, что режиссер Луи Литерье был против его кандидатуры. Создатели ожидали собрать кассу на волне успеха «Аватара» и даже спешно переделали ленту в 3D-формат уже после окончания съемок. «Битва титанов» действительно имела успех среди зрителей, четырехкратно оправдав бюджет. Но мнение профессионалов киноиндустрии разделилось. С одной стороны, фильм был номинирован на премию «Сатурна» как лучший фэнтези-фильм, а с другой на антипремию «Золотая малина» за худшее использование 3D и худший ремейк, сиквел или пародия. Через два года вышло продолжение истории под названием «Гнев титанов». И на этот раз критику получила прическа главного героя. Если в «Битве титанов» у Сэма короткая стрижка, то здесь для него выбрали длинные вьющиеся волосы. Испытание славой вместе с мужчиной проходила его девушка-стилист Натали Марк. Их часто преследовали папарацци и в итоге отношения зашли в тупик, после чего последовало расставание в 2011 году. В начале 2012-го состоялась премьера криминального триллера «На грани». Ради роли Сэму пришлось преодолеть страх высоты. Часть съемок проходила на высоте более 60 метров на крыше нью-йоркского отеля. На ковровой дорожке Уортингтон представил публике свою новую избранницу Кристал Хамфрис. Они познакомились в баре, куда Сэм часто захаживал. А Кристал работала барменшей. Как писали СМИ, девушка даже не знала, что симпатичный постоянный посетитель, пригласивший ее на свидание, знаменитость, пока приятель не просветил ее. Отношения, однако, не продлились долго, и в том же году пара рассталась. В 2013 году голливудский актер недолго встречался с австралийской певицей и актрисой Софи Монг, а также начал роман с моделью Ларой Бингл. Они познакомились на одном из концертов в Нью-Йорке, когда общая подруга Уортингтона и Бингл, певица Натали Эмбрулья, представила молодых людей друг к другу. Сэм влюбился с первого взгляда, а особенно ему нравилось то, что Лара очень простой и непритязательный человек. Их видели гуляющими по Парижу абсолютно счастливыми, а Сэм в интервью рассказывал, что встретил новую любовь и благодарен небесам за каждый момент с этой девушкой. На этом откровения актера закончились, и даже об их свадьбе публика узнала с большим опозданием. Торжество состоялось в Мельбурне 28 декабря 2014 года и было очень скромным – присутствовали только 10 человек, близких родственников и друзей. Невеста была на шестом месяце беременности, а в марте 15-го у Читы родился сын Рокет. Надо сказать, что мировая слава сильно давила на нашего героя. В тот период он стал чаще прибегать к алкоголю, что делало его раздражительным и срывался на папарацци. 23 февраля 2014 года он даже был арестован за нападение на одного из них. Актер утверждал, что репортер по имени Шэн Ли ударил его жену Лару ногой по голени. Актеру запретили приближаться к пострадавшему, а позже Ли подал гражданский иск на 3,7 млн долларов, который был урегулирован во внесудебном порядке. Избежать алкогольной зависимости Сэму помог ультиматум Лары, тем более, что их семья еще больше расширилась – в 2016 году у них появился второй сын Рейсер. Тем временем карьера Уортингтона не стояла на месте. Он, наконец, поработал с Арнольдом Шварценеггером в боевике «Саботаж». Снялся в спортивной драме «На гребне», вестерне «Гостиная», криминальном триллере «Похищение Фредди Хайнекена», в драмах «Бумажные самолетики» и «Торт», приключенческом триллере «Эверест» и военном мини-сериале «Галлиполийская история». В осенью 2016 вышла военная драма Мэла Гибсона «По соображениям совести», основанная на реальных событиях. По мнению зрителей, лента стала лучшим военным фильмом со времен «Спасти рядового Райана», а критики присудили ей два «Оскара», премию гильдии киноактеров США «Бафта» и «Спутник». Затем фильмографию Сэма Уортингтона пополнили ленты «Время псов», «Хижина», «Титан», сериал «Охота» и психологический триллер «Перелом». Он вышел на сервисе Netflix в октябре 2019 года и по итогам месяца занял первое место в рекомендациях пользователей и списках просмотра. В 2020 году Сэм и Лара стали родителями своего третьего малыша Ривера, а через год зрители увидели актера в австралийском мини-сериале «Пожары», американском вестерн-фэнтези «Последний сын» и криминальном биографическом триллере «Мэйр Лански». В 2022 году вышли картины «Проект Джорджтаун», «Девять жизней», мини-сериал «Под знаменем небес», но премьерой года для Уортингтона стал выход долгожданного продолжения «Аватара. Путь воды». Сэм подписал контракт об участии в съемках двух сиквелов еще в 2009-м, и на этот раз его гонорар составил 10 миллионов долларов. Кроме того, он получит 5% от прибыли, которую получат создатели «Аватара 2», а значит, его доход существенно вырастет. Сейчас на этапе постпродакшена находятся еще пять фильмов с участием Уортингтона, в том числе третий «Аватар», выход которого ожидается в 2024 году. А также идет съемочный процесс четвертой и пятой частей успешной франшизы. Кроме того, в будущем планируются выходы нескольких фильмов с участием актера – военного боевика «Гроза начинается», триллера «Жизнь, одиночество» и фантастического фильма «Хэллоу Стрэйнджер». Помимо актерского мастерства Сэм увлекается серфингом и в юности любил с друзьями играть в австралийский футбол. А вот тренировки в спортзале он терпеть не может. Однажды, то ли в шутку, то ли всерьез, наш герой признался, что если его карьера закончится, он вернется к тому, с чего начинал – кирпичные кладки. А еще всегда есть возможность стать участником шоу «Танцы со звездами». Собственный капитал Сэма Уортингтона оценивается в 30 миллионов долларов. В основном они были получены благодаря работе в кино. Но также он был лицом компьютерной игры Call of Duty. В игре актер озвучивал капитана Алекса Мэйсона, однако геймеры критиковали его за то, что он не смог скрыть свой австралийский акцент. В 2018 году Сэм и его жена потратили почти 8 миллионов долларов на покупку особняка в Лос-Анджелесе. В доме площадью 570 квадратных метров, 5 спален, 8 ванных комнат, стильная гостиная с мраморным камином, не менее великолепная кухня с первоклассной техникой, медиазал, деревянная сауна, винный погреб. В интерьере современная роскошь сочетается со скандинавским минималистичным стилем. Во дворе есть плавательный бассейн, зона отдыха и домик для гостей. Особняк был выставлен на продажу в феврале 2020 года за девять с четвертью миллионов долларов. Но цену пришлось снизить. Наконец, в мае 2021 года Сэм и Лара получили 8,2 миллиона. Сейчас семейство Уортингтонов вернулось в солнечный Сидней, а еще одним из излюбленных мест являются жаркие Гавайи. Сэм небольшой любитель автомобилей и пользуется машиной только по необходимости. Так его черный внедорожник Range Rover отлично подходит для большой семьи. А нравится ли вам Сэм Уортингтон как актер? И какие фильмы с его участием вы смотрели? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного!